Добрый, всегда позитивный, не унывал никогда, помогал, если чем мог, совет давал. Ну да, нам не хватает мудрости, совета. Говорить в прошедшем времени про Алексея семье тяжело. Самый близкий и родной, 17 лет вместе. Наталья точно помнит день их встречи. Правда, сначала не подумала, что судьба своим отношением он смог завоевать ее сердце. Когда получил повестку военкомат, конечно, переживал, но не пойти защищать родину он не мог. Всегда поступал правильно. Когда первый прилет был в Макеевке, они выбежали. Его отделение в этот день дежурило. То есть у них был караул. Вот, они все выбежали, спаслись. И вот даже там был выбор у него. Вот он спасся, убежал в окоп. И он вернулся. Как здесь можно. Вот такой человек был. Он вернулся, чтобы помогать другим. Алексей посмертно награжден Орденом Мужества. Как у вас? Как внимание со стороны муниципальных служб, социальных служб и так далее? Какие, может быть, обращения? Нет, все нормально. Ну, как бы, ну, помощь вот у меня. Вот, есть крепкая. Это я понял. Дмитрий во всем помогает маме и поддерживает ее. Сейчас учится в девятом классе. В будущем хочет работать с автомобилями. Ну, уже определился с колледжем, да? Ну, пока что нет. Думаю, как бы, вот я был в Тольяттинском колледже в нашем. Хочется, как бы, поехать там в Самару, съездить еще в какие-то города, посмотреть колледжи. Посмотреть? Ну, а ты по интернету-то посмотрел, да? Ну, ты знаешь, что хотел бы посмотреть? Ну, только Тольяттинский пока что. Ну, если мама одобрит, мы тебя провезем тогда. Давай, покажем, какие колледжи есть, чтобы ты определился. Хотя, за маму тяжело говорить, наверное, спокойнее, если здесь бы, да? Да, конечно. Нет, тут право выбора его. Вот, 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 любовь материнская. Губернатор поздравил нотарию с 8 марта. Часть встречи прошла без камер. Глава региона узнал, какая дополнительная поддержка нужна семье. Столько видела боли и смерти, что без слез закрывала глаза. Было страшно девчонке. Поверьте, только выпила слезы война. В 15 лет Клавдия Федоровна пошла добровольцем на фронт. Прибавила в документах 3 года к настоящему возрасту. И после курсов санинструктора сразу на передовую. Женщина едва сдерживает слезы, вспоминая, что было. Но остаться в стороне она просто не могла. Отец на фронте, брат на фронте, сестра, а я. Теперь маме быстренько написала письмо, сунула под подушку, что я ушла, чтобы не искали. Вот. И так я оказалась в воинской части. Самое страшное для войны, для меня, это когда перевязываешь, а он смотрит на тебя и тут же умирает. Вы знаете, столько слез я пролила. Даже сейчас в свои 95 она не остается безучастной. На часть пенсии покупает лекарства и продовольствие. И передает бойцам в зону специальной военной операции. Вместе с тем отправляла на Донбасс и вышитую своими руками икону. Рассказывая все это, Клавдия Федоровна тут же отмечает. Это меньшее, чем можно помочь. 95 все-таки меня уж никто не возьмет. Да и ноги плохо ходят. А так, может быть, где-то в госпитале устроилась бы. Даже с санитаркой простой. И то хоть бы ребятам чем-то помогала. Но сейчас только могу так помочь им, что смогу. Почти 80% жителей Самарской области оказывают поддержку Донбассу и бойцам. Большую часть работы на себя взяла и общественная палата. Отправка гуманитарной помощи на регулярной основе. Причем сбор средств идет не только в офлайн формате. То есть, когда человек приносит вещи и продукты в пункт приема. Опробовали в регионе и онлайн формат. Спасибо, хочу сказать, Дмитрий Игоревич, нашим средствам массовой информации. Администрации губернатора и информационному отделу, которые нам в этом помогли, проведение телемарафона. Это необычное было, это новое действие. Самарское областное вещательное агентство выступило площадкой. 200 транзакций за 2,5 часа. Мы чуть не добрали до миллиона, но это не важно. Это очень серьезно сколыхнуло общество. Это такой подход необычный. А дальше только больше. Вместе все по силам. Воздать долг этим людям, значит, не только в материальном плане, но это аллея памяти, как называет Владык. Или как там еще, это надо подумать. Но нам надо, не торопясь, конечно, делать такое, это сделать. Такая инициатива от общественности уже есть. Более того, есть даже эскиз памятника участнику СВО. Городские власти Самары активно работают сейчас по данному вопросу. И согласен с вами, что, конечно, и по другим муниципалитетам это вполне уместно рассмотреть. Да, понятно, у нас есть вечный огонь, у нас есть мемориалы защитникам Отечества в целом. Но там, где есть общественная инициатива, ну точно мы ее поддержим. И вот по Самаре такая общественная инициатива есть. Вопросы поддержки военнослужащих и их семей сейчас на первом месте. Дмитрий Азаров с бойцами постоянно на связи. Регион помогает армии дополнительным оборудованием. Оперативно решаются и все вопросы близких. Для этого впервые в России, именно в нашей губернии, был разработан специальный социальный паспорт. Сейчас он уже есть и в цифровом виде, что позволяет полностью контролировать весь процесс. С помощью Дмитрия Игоревича у нас налажено взаимодействие с администрациями районов, с кураторами по социальным паспортам военнослужащих. Вопросы, которые нам поступают, которые достаточно быстро можно решить. Они решаются быстро. Там, где нужно чуть больше времени, они нам тоже в этом помогают. Как дополнительная возможность узнать потребности близких бойцов и вот такие встречи. Они, судя по последнему времени, у Дмитрия Азарова почти каждую неделю. В топе вопросы про медицинскую помощь, устройство в детский садик или школу. И, конечно же, про отпуска для бойцов. Этот актуальнейший вопрос, который звучал, например, на каждой встрече моей с женой военнослужащих, он, что называется, на самом высоком уровне услышал. Вроде бы все урегулировано. Вроде бы не так там все необходимые, извините за чиновничий язык, нормативные акты есть. Но, конечно, когда есть внимание президента к этому вопросу, есть прямое поручение, понятно все, что с учетом оперативной, боевой обстановки. Вы это все знаете уж точно. Но, конечно, очень важно, чтобы доехал боец и передохнул, да, и сил поднабрался, и физических, и душевных. Вот. А мы постараемся, чтобы встретили их здесь должным образом. Жены военнослужащих обратились к Дмитрию Азарову с инициативой о предоставлении отпуска одновременно с супругами. Вопрос будет обязательно решен. По примеру, в Самарской области будет вестись работа и в других регионах. Об этом шла речь на встрече губернатора с депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым. Он вошел в число руководителей рабочей группы по СВО в федеральном парламенте. Во время отдыха у военнослужащих должна быть возможность решить все насущные вопросы. И в этом со стороны властей им должна быть оказана помощь на высшем уровне. Разумеется, в первую очередь была рассмотрена именно Самарская область благодаря тому, что программа возвращения работает давно, работает очень успешно и получила высокую оценку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Самое главное, мы должны обеспечить то, что успешно в принципе реализуется в Самарской области, это зеленые коридоры. То есть ребята должны получить возможность, зеленый коридор, мои документы, кто-то подправит какие-то необходимые документальные решения. Это диспансеризация и поликлиника, это и культурная какая-то составляющая. Проект возвращения был представлен президенту в начале февраля на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Тогда и было дано поручение тиражировать опыт. Я вас попрошу тогда вот эту часть работы, как минимум эту часть взять, да, соответствующим образом обработать и за моей подписью направить в правительство и в регионы. С тем, чтобы люди взяли туда все самое лучшее и эффективное работающее. Работа уже началась. На этой неделе перенимали опыт специалисты из Москвы и Московской области для военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО «Зеленый коридор». Все врачи без очереди. Виталий проходит реабилитацию в госпитале для ветеранов войн. Получил здесь и помощь, и поддержку. Я шел к терапевту, я думал, что буду сейчас там бегать долго по больницам, собирать какие-то бумажки там проходить. Нет, я пришел к терапевту, к нему в кабинет, пришли все врачи, посмотрели, там же выписали направление, отправили в этот же день сюда. Этот проект не только про лечение, это и помощь в трудоустройстве, решении всех насущных вопросов. Я увидела у вас в городе теплых, душевных и искренне ориентированных на помощь профессиональных коллег. И очень радует тот момент о том, что мы работаем в одном направлении, а главное это направление на сдвижение ведомств. Мне очень понравился подход вашей психологической службы. И это правильный подход, это правильный подход с точки зрения назначения персональных кураторов для ведения семьи. Много мы для себя действительно почерпнули. Те организации, которые мы сейчас посещаем, и тот опыт, который мы получаем, он, конечно, бесценен. С удовольствием для себя фиксируем все моменты, все нюансы и предполагаем дальнейшую тоже практику внедрять. Все решения и президента, и губернатора, и нашего министра направлены на то, что мы занимаемся не только участниками конкретных спецспортов, но и членами их семей. Потому что это очень нужно и очень необходимо на сегодняшнем этапе. И мы будем и далее заниматься, имея багаж знаний и опыта, накопленный за предыдущие годы, этими защитниками отечественными, нашими героями. При этом в Самарской области бойцов не делят на своих и чужих. Поддержка нужна всем. По 2-й гвардейской армии, которая базируется в регионе, военнослужащие с разных территорий, в том числе из Ульяновской области. Я вчера проводил прием в Димитровграде. Там у нас достаточно много парней, которые ушли вместе с вашими на специальную военную операцию. И я когда рассказывал ажурам, что еду вечером к вам, говорю, буду встречаться с губернатором, попросили передать искренние слова благодарности за ту заботу, которую вы проявляете. Знаю, что недавно были, знаю, что пообщались со всеми, знаю, что помогли решать и для ульяновских определенную поддержку, оказав... Для нас это очень важно, для всех. Поддержка – ключевое слово. Депутаты Госдумы приехали изучать опыт региона по работе с местными производителями. Губернии проходят фестивали моды, где свою продукцию представляют самарские бренды. При содействии властей даже открыт специальный магазин. Что касается продуктов, то обеспечен даже выход на крупные федеральные сети. Полки с надписью «Произведено в Самарской области». Пользуются большой популярностью у покупателей. При этом помогает регион и Донбассу. Теперь в городе Снежное также представлены самарские товары. Сегодня я посмотрела, как у вас это в регионе организовано. Такой протомодель она уже есть. Это «Выбирай Самарская». Интересный формат. Мы в Кировской области видели островок, а здесь видели первые полки. То есть это другой подход, но чрезвычайно интересен. И этот опыт, полагаю, что нужно заимствовать. В очередной раз сработали на опережение, но при этом не останавливаются на достигнутом. Дмитрий Азаров предложил депутатам Госдумы проект по поддержке отечественного автопрома. Губернатор Самарской области уже обсудил инициативу в Совете Федерации. Работа началась. Во многих странах мира, наверное, вы знаете об этом, что в такси используются только отечественные автомобили. Вот у нас почему-то это не так. Коллеги, колоссальный кластер, открывающий возможности. И не только для ВАЗа, но, конечно же, и для газа, для других производителей, потому что и грузовое такси и прочее. Коллеги, понятно, что тема, которая там не решается за раз, требует переходного периода. Но по мере обновления автомобильного парка, на мой взгляд, это очевидная история. Инициативу депутаты поддержали. Соответствующую работу также начнут. Как признали гости, в Самарской области целый ряд практик, которые будут полезны всей стране. Я сейчас активно занимаюсь в рамках партийного проекта. Выбираюсь свое. И вопросами формирования нового национального проекта мы все занимаемся. Связанное с беспилотной авиационной системой. Огромное слово и благодарность. Вы единственный, самый первый, самый продвинутый губернатор, который добился того, что, забегая вперед, еще о национальном проекте никто не говорил, а вы уже, так сказать, проявили себе и особые решения правительства. Сунимая все это, да. И то, что, так сказать, центр беспилотной авиации, несомненно, будет в Самаре, уже никто помогли и не сомневается. Разработка национального проекта по развитию отечественной беспилотной авиации. Поручение президента России Владимира Путина. Редактор субтитров А.Семкин